стримерству покер матч три года немало немало еще один крутой год давай поговорим про это представься пожалуйста всем привет меня зовут андрей играю под ником как-то пьяный типа и забыл про каким ником играет прочитал привет меня зовут славд на пакер матче играю под ником байкман 95 но большинство называют меня просто перяпом еле глаза еле веки держит посмотрите чат всем привет на покер матче играю под ником нет и гор вы меня можете часто ходе на замке это обычная ходе только на замке надеюсь эти помог сколько ты уже команде стримеров покер матч просто пьяный бред чувак целых три года сколько Только время я уже в команде, ну, мой первый стрим был практически два года назад, но с учетом того, что я на некоторое время покидал команду, думаю, в общей стороне, что будет только лобана. Не понимает, где находится сейчас, понимаешь? Он смотрит просто куда-то. Потому что просто, ну, все летит. Постоянно какие-то конкурсы. Что-то летит. Вертолеты туда-сюда. Вертолеты больше полугода. Как-то так. Он пытается, типа, не спалиться, что он бухой. Это было лет. Начало моего стримерства довольно легко запомнить по песенам Шахпутинского. Это было 3 сентября. Ну, за время стримерства произошло столько всего яркого и насыщенного. Пора, мне кажется, что я в команде уже целую рейс. Но на самом деле это всего лишь полгода. На самом деле... Да, и кто там считает? Да, кто там считает? Помню, как свой первый стрим на матч. Я точно помру сегодня. Помнишь свои эмоции? Конечно, помню, ребят. Первый стрим это было нечто. Я целые сутки не спал. Чем ближе было к стриму, тем больше я мандражировал. И когда запустил стрим, увидел на стриме 280 человек, если честно, немного потерялся. В целом, я был таким вот потерянным... Не заключенный, а в центре реабилитации чувак пытается, типа, выйти отсюда. Ему спрашивают, типа, ну как, хорошо себя чувствуешь, типа. Ты готов, типа, к трезвому образу жизни? И он сидит, тут мазый, лепит, весь, вообще не какучий. Получилось. Хотя это для меня было очень тяжело. О, да. Первый стрим я помню. Первый стрим у меня был с нашим опросовером Олим. Могу стоить. Был очень крутой стрим. Эмоции были только самые положительные. Думаю, на это время как-то я джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Помню, понастальгирую. Понастальгирую. Так, помню, это и ваш стиль. Это был конкурсный, с бюро-команду. Очень частые эмоции с этим были уже смешаны. А что действует, все было круто, и видать. Фиглины, на всякий случай осуждаю. Я доверила вести целый эфир на канале Покермаччу. Слечу историю переживания. Адже в тебе единый шанс открытися перед глядачем. Сподобаться ему. И переконаться голосовать именно за тебя. А в финале, дружи, кайфуешь. Кайфуешь. Хочется закинчивать. Хочется продолжать. Вадим, спасибо, что у тебя получилось нажать фол. И продолжать. А в песнестриму наступает полная эйфория. Ситка максимально пытается не спалиться перед мамкой, что он бухал сегодня. Он был онлайн, и меня смотрело в тот момент около 250-300 человек. И для меня это было что-то невероятным. Но меня тепло приняло чат, поэтому стрим получился удачный. Костя, поздорово. Да, довольно хорошо помню. Я как раз только прилетел из Китая. У меня был довольно большой перерыв в целом в стримерстве. Я вроде бы и опытный стример, но все равно очень сильно волновался перед этим днем. Ну, если не считать конкурсные стримы, мой первый индивидуальный стрим был очень волновательный. Ну, я думаю, как и у всех, он прошел как в тумане. Больше всего я волновалась за свою технику. У меня был такой маленький ноутбук, маленький экранчик. Я переживала, как все поместится туда. ОБС, чат. Я очень волновалась, услышателям у меня, как все пройдет. Но те эмоции, которые я получила, они не стыдят. Интересно. Расскажи, что же произошло на стримах. О, у меня челюсть уже болит. Наверное, один из самых прикольных моментов с прошлого года был трим соляникам, когда мы играли в рулетку, в китайский бокер. И когда пришлось нам делать задание, кому-то член на щеке нарисовать. Осуждая члены на щеках. Танцевать лезгинку, еще что-то. В общем, наверное, это один из самых прикольных моментов. Такие развлекухи чисто алкашные, да? Член на щеке нарисовать, вот это все. Самый интересный момент за прошлый год. Спасибо за фоллоу. Это был один из выпадков ЧГГ, когда я дал голос за Ниндзе, чтобы он отвечал на вопрос. Давай, Бигнос, давай, удачи. А потом захвастайся, какие педали купишь. Сейчас это было достаточно забавно. Кто не сумел посмотреть в коммунисты, обязательно посмотрите. Не знаю, че это не прикольный момент, но самый памятный, так точно. Первый случай, кстати, в истории оффлайн-турниров, когда человек абсолютно пьяный затащил турнир. Очень интересный вопрос. Было много интересных, но, наверное, самым ярким и национальным был момент, когда я в прямом эфире с пол-блайнда раскрутился и выиграл турнир на мистер-покер-матч, что стало очень важным. Получается так, Сокол? В самом конкурсе. Поэтому это был самый яркий момент. Самый запоминающийся для меня день. Был, когда произошли какие-то... Здорово, Богдан. ...в расписании. И мне пришлось стримить два стрима подряд. Сначала стрим казино, а потом стрим покера. И я начал стримить в четыре часа дня, а закончил примерно в три часа ночи. Чуть больше даже. То есть в сумме стримов... В сумме двух стримов получилось 12 часов. Это довольно интересный экспирит. Но мне запомнился каждый приход босса... Ко мне на стрим... Ко мне на стрим... Дра по Максбету... Крупные ставки на красное... Нервы на пределе... Нервы на пределе... В общем, все, как я люблю. НЕЧЕГО СЕБЕ... А ЧТО ЖЕ БЫЛО ЕЩЁ... Мы стали ЕЩЁ КРУЧЕ... Наверное, я дам немного статистики. Наша команда за год провела 360 стримов по покеру и 100 по слотах. Эмоции стало... ...неделю, призы, бесплатные билеты, крутой турнир. Чего только не было. На Новый год тоже весело гуляли, как... ...события. Что срач. За год было реализовано много прикольных идей, которые стали событиями. Впервые на Покер Майс были выбраны Мисс и Мистер Покер Майс. Но ты не дам. НЕДУНА УДАР Было б прикольно. ШАХТЁР И ДАЖЕ ПИРАТ А если ты точно музыкант по образованию? Насыщенный выдался год, что же будет в новом? Что же будет в новом? Все, и меня поплавило тоже. Наверно, в новом году... Будут новые победы. Поэтому, до встречи за столами... Господи, такой кринж. Блин, я хочу еще раз с песней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok